Очередную встречу в митрополитче-гостиной посвятили праздникам Рождеству Христову и Крещению. Гостем вечера стал писатель, лауреат премии «Большая книга» Евгений Водолазкин. Говорили о задачах русской литературы и её значении для современного общества. Тему продолжит Алла Голдинова. Крещенский вечер «Белгородская митрополия» подарила творческой интеллигенции праздник. В этот раз литературно-музыкальная гостиная стала центром притяжения для тех, кто пожелал узнать больше о традициях святок и поговорить о развитии русской литературы. С приветственным словом к гостям обратился владыка Иоанн. Я рад вас приветствовать на нашей литературной гостиной. Она сегодня необычная, как и необычен этот день. И ведь сам праздник имеет сразу три названия. Крещение по плоти Господа нашего Иисуса Христа, Богоявление и праздник Просвещения. Мы принимаем все крещения, как христиане, освобождаясь от грехов, освобождаясь от осуждения. Специальным гостем вечера стал лауреат премии «Большая книга» писатель Евгений Водоласкин. Его произведение «Лавры» вошло в десятку лучших книг о Боге. Рейтинг составил британский «Гардиан». На вечере в митрополитче гостиной Евгений Водоласкин рассказал об истоках русской литературы, о нравственных ориентирах писателя и о старообрядчестве. Это была огромная трагедия, вот это, так сказать, разделение на старообрядцев и неконьянцев, как их называли в старообрячестве, сравнимое с 1917 годом. И вот этот ужас, мне кажется, надо окончательно преодолеть, преодолеть, конечно, любовью друг к другу. Мало кто сравнится со старообрядцами по хранению русского духа и русской культуры. Вот если Господь увидит, что мы любим друг друга, Он найдет средства для объединения. Перед зрителями выступили творческие коллективы города, белгородские поэты, солисты филармонии. В зале звучали стихи на тему Рождества и Крещения, романсы. Своими впечатлениями от встречи с писателем поделились зрители. Два его романа «Авиатор» и «Лавр» были прочитаны именно так, захлеб. А теперь мне, благодаря встречам с ним, удалось узнать его мнение насчет эволюции литературы сегодня. Как он ее видит, что он об этом понимает. Эта тема неоднократно возникает в жизни. Очень много приходилось об этом размышлять. И поэтому рада, что его мнение, вернее, мое мнение во многом с ним совпало. Здесь ведется разговор о очень глубоких и сложных, и серьезных вещах, поиска которого иногда мы делаем и не всегда находим у себя ответы, и не всегда сами понимаем. И вот здесь, вы знаете, это моменты такого прозрения и озарения. Эти разговоры нужны, они бесконечно связаны с той потребностью, которую мы должны, ну как вовремя, может быть, почувствовать и осознать. Здесь это происходит. Спасибо. Следующая митрополитская гостиная запланирована на 9 марта. Темой вечера станет роль женщин в православии и современном обществе. Алла Голдинова, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.